Эту и другие темы обсудим прямо сейчас с заместителем директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам. Михаил Самусь присоединяется к эфиру Freedom. Михаил, здравствуйте, спасибо, что нашли время для нашего канала. Добрый день. Здравствуйте. Михаил, вот посмотрели мы еще сюжет этот о том, каков путь российского мобилизованного. Как считаете, Россия в целом ведет учет всех тех, кого она отправила на фронт? Россияны когда-нибудь узнают масштабы и мобилизации, и потерь? Ну, по мобилизации, возможно, они и узнают. По поводу потерь, я думаю, что никогда, во всяком случае, пока существует путинский режим, точной цифры не будет. Поскольку мы видим, что происходит с этими мобиками на фронте, они остаются неделем и месяцами просто на поле боя, никто их не забирает. И очевидно, что учет этих убитых не ведется, и тем более каких-нибудь заключенных. Поэтому здесь статистика, я думаю, откроется после падения путинского режима, если, конечно, будет до этого, до того, чтобы выяснять истинные масштабы потерь российской армии в войне против Украины. Михаил, вы знаете, в Главном управлении разведки заявили, что Путин поставил сейчас задачу оккупантам до начала весны, или до конца марта, как только что говорил Андрей Юсов в нашем эфире, захватить весь Донбасс. До окончания февраля, по сути, остается 22 дня. В то же время Financial Times пишет, что российские оккупанты в течение ближайших 10 дней намерены осуществить масштабное наступление, пока Украина не получила мощные танки от западных партнеров. Что вы думаете в целом о планах оккупантов, каким и где может быть это наступление, и что скажете об их подготовленности, собственно, к этому наступлению? Ну действительно, на фоне вот в том числе и информационно-психологических операций, которые проводит Россия, в ходе которых пытаются распространять слухи, что вот сейчас будет такое же масштабное наступление, как и год назад, что будет идти стратегическая, проводится стратегическая операция и на киевском направлении, на Черниговском, на Харьковском и, естественно, на Донбассе, на Запорожье. И чуть ли не собираются не форсировать Днепр в районе Херсона и дальше наступать Николаев Одесса. На самом деле, если отбросить все эти ИПСО, то в сухом остатке остается действительно Донбасс. То есть здесь есть четкая мотивация Путина, четкая мотивация его окружения получить хоть какой-то результат, который можно будет представить даже, в принципе, как и победа. То есть можно будет объявить, что вот видите, мы захватили Донецк и Луганскую область, а в принципе, это и было главной задачей так называемой СВО. Поэтому можем сейчас фиксировать ситуацию и выходить с предложением о переговорах, потому что дальше нам ничего не нужно, кроме как защищать народ Донбасса. И вот все остальное, что мы слышим по поводу наступлений на других направлениях, там у России просто нет сейчас наступательных группировок, достаточных для проведения хоть каких-нибудь не только оперативного уровня действий, но даже тактического уровня действий, которые бы привели хоть к каким-то успехам. Поэтому я думаю, что я согласен здесь с представителями военной разведки, что в принципе главная задача сейчас Донбасс, а вот и ПСО, которое распространяется и которое пытается воздействовать на украинцев, это больше посеять панику, хаос, неуверенность в руководстве страны, руководстве командования вооруженных сил. И поэтому именно распространение таких слухов о том, что будет наступление широкомасштабное, именно похожее на то, что было 24 февраля прошлого года, это именно ИПСО. А вот Донбасс действительно будет нарастание интенсивности и они будут пытаться до конца февраля каких-то успехов достичь. — Михаил, уточните, пожалуйста, мы говорили о том, что люди в целом у России есть, они отправляют их в огромном количестве, эти потери не считают. А что сейчас на данный момент с техникой у оккупантов? Задействовали ли они какие-то новые вооружения для этого же наступления планирующегося? — Новых вооружений в принципе нет. То есть, если у них были, например, на 24 февраля прошлого года определенное количество действительно модернизированной техники со спортом западных комплектующих, дело в том, что где-то примерно с 2010 года Россия получала очень много технологий, систем, комплектующих от наших западных партнеров. Это и Франция, и Германия, и Италия, и другие страны, которые поставляли действительно очень много техники России, в том числе для тех же танков. То есть, до 24 февраля значительная часть российских танков, которые сейчас уже уничтожены, они оснащались, например, теми же французскими матрицами для тепловизоров, системой управления вооружением и так далее. Сейчас этого нет. Сейчас Россия пытается модернизировать на таких минималках, когда они используют то, что у них есть наявности, а наявностей у них немного. Даже автомобильная сейчас промышленность и гражданская останавливаются, что говорить о каких-то передовых технологиях для танков или другой бронетехники или других систем на поле боя. Поэтому с техникой у них сложно, даже если какой-то металлом будет ехать и какой-то металлом будет стрелять, это все будет все-таки техника советская времен 70-80-х годов и таких же технологий. С людьми действительно у них много, но та тактика, которую они сейчас используют на том же бахмутском направлении, то есть это тактика пехотных штурмов даже малыми группами, как будто бы это какая-то новаторская, новаторский подход на самом деле. Это просто пехотные группы даже часто и причем в основном без поддержки бронетехники с использованием артиллерии советской неточной и неэффективной вряд ли может привести к успеху, например, при проведении более масштабных операций. То есть на каких-то участках действительно можно попытаться проламливать украинскую оборону вот таким способом, но мы же понимаем, что невозможно провести какую-то операцию, тем более стратегическую операцию, именно вот таким способом, просто заваливая пехотными волнами украинские позиции. Михаил, еще об этом наступлении. Тут в информационном пространстве вновь появился военный преступник и террорист Стрелков Гиркин. Он продолжает стримить в Ютьюбе и уже рассказывает, что российская армия не сможет разгромить Украину и лучше вообще ничего не начинать. Что вы скажете о роли этого персонажа, собственно, в информационном пространстве россиян? К чему их готовят, когда показывают данного персонажа? Ну, он играет свою роль. У них там свои разборки между Министерством обороны, ФСБ, различными группами. Вот недавно тот же Гиркин с Пригожиным, Рогозиным, ну, фактически объявил друг другу войну и там у них были такие баталии с использованием любых, я бы так сказал, оскорблений и угроз жизни и так далее. То есть это у них вот такая забава сейчас, поскольку действительно на успехи на поле боя рассчитывать не стоит. Поэтому вот сегодня я видел, что тот же Гиркин опубликовал очередное оскорбление в сторону Рогозина, который появился на фронте со своими какими-то новыми, не имеющими аналогов, роботами российскими. Маркер, да? Установка маркер, которая будет уничтожать американские танки Абрамс. Именно, да. Именно вот Рогозин пытается заявить, что вот один вот этот робот сможет победить все западные танки, которые Украина получает. Ну и Гиркин, Стрелков Гиркин очень скептически относится и к этому роботу, и к Рогозину, и ко всем этим попыткам продемонстрировать какие-то успехи с использованием высоких технологий. То есть Рогозин пытается показать, что у них действительно есть что противопоставить, кроме массы мобиков. Вот есть еще, оказывается, какие-то у них роботы, которые существуют в одном экземпляре. И, естественно, он не является частью какой-то информационной системы. Он один на поле, просто железяка, которая куда-то будет ехать, и, естественно, будет уничтожена первым же беспилотником, который его заметит с украинской стороны. Михаил, мы так плавно как раз подошли к танкам. Немецкие танки «Леопард», британские «Челленджеры», американский «Абрам» в скором времени в большом количестве прибудут в Украину, об этом заявил Алексей Резников. И сегодня уже известно, наши военные начали обучение на танках «Леопард». Расскажите, пожалуйста, сколько может длиться это обучение? Ну, то, что я видел из заявлений украинского руководства, руководства оборонного ведомства, обучение происходит очень интенсивно. И то, что обычно проходят танкисты обучение несколько месяцев, украинские специалисты проходят за несколько недель. То есть, ну, в принципе, это можно понять, если в Германии, в другие страны, в Британию, Польшу поехали учиться наши профессионалы, которые имеют огромный опыт на поле боя. Ну, я не думаю, что есть какая-то проблема освоить более современный танк, потому что, ну, это примерно как вот кто-то ездил на старой машине, потом он садится на более современную. Да, нужно определенное время, чтобы освоить все высокие технологии, которые используются в этих машинах. Но с точки зрения владения танком именно как боевой машиной, я думаю, здесь вообще никаких проблем нет. И особенно с точки зрения комплектования подразделений. То есть, обычно говорят, что вот экипаж освоил танк, дальше подразделение, например, взвод, рота осваивает действия совместные, а потом идет уже работа в составе батальона. Я думаю, что действительно по срокам это будет несколько недель, когда украинские специалисты освоят и танки, и начнут работать в подразделениях. И, естественно, технически наши специалисты освоят тот базовый уровень обслуживания танков, который необходим для обеспечения их боеготовности на поле боя. Михаил, спасибо вам большое за ваши профессиональные комментарии и ответы. Михаил Самость, заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам, был с нами в эфире «Фридема». Всего доброго. До свидания. До свидания.